Десятый фестиваль в джаз-усадьбе Сандецкого в Казани завершится двойным концертом. На сцене выступят джазовые гитаристы Джек Писага и Антон Горбунов, а также инструментальный коллектив Ольги Скепнер и Андрея Руденко. КАМАЗ подписал соглашение с Яндексом. Соглашение касается внедрения технологий беспилотных автомобилей. В набережных Челнах откроется хай-текс мечеть с кафе для водителей. Религиозное учреждение построят на автодороге номер один на берегу реки Челнинка. В Казани побит очередной температурный рекорд. Максимальная температура воздуха 24 августа в столице республики составила 34,9 градуса тепла. В выставочном зале Дома дружбы народов Татарстана 25 августа откроется художественная выставка «Край души нашей», посвященная Дню города и Дню республики. На выставке будут представлены более 80 работ, относящихся к разным видам изобразительного искусства. Ученые КФУ совместно с Хальдер Топса готовы вытеснить с российского рынка импортные катализаторы. Напомним, сотрудничество Казанского университета с мировым гигантом нефтехимической промышленности началось во второй половине 2015 года. Фестиваль «Свияжская уха» в этом году пройдет 3 сентября на площадке комплекса исторической реконструкции «Ленивый торжок». В программе «Свияжская ухи» дегустация блюд, торжественные шествия по улице Успенская, конкурсы на скоростное разделывание рыбы, самую вкусную уху и многое другое. В IT-лицее Казанского университета появится первый в России робот-учитель. Машина будет преподавать уроки математики, физики, информатики, химии и сможет отвечать на вопросы. Субтитры создавал DimaTorzok